Как снять автомобиль с учета? Ранее снятие с учета и прекращение регистрации машины считались разными понятиями. С недавнего времени их объединили, облегчив жизнь водителей. Необходимость в процедуре возникает по различным причинам, и нередко автолюбителям приходится разбираться, как снять автомобиль с учета, при разных обстоятельствах, для чего необходимо прекращение регистрации ТС или снятие его с учета. Процедура требуется при нежелании владельца оплачивать транспортный налог при неиспользовании машины. Возникнуть ситуация может в следующих случаях. Утрата автомашины, включая невозможность восстановления ее после ДТП. Транспортное имущество было похищено. Ограничение срока регистрации временными рамками, то есть на определенный срок. Продажа авто. Если после совершенной сделки покупатель не поставит ТС на учет, старый владелец имеет право посетить ГИБДД для проведения данной процедуры. Планируется вывезти машину из страны навсегда. ТС будет утилизирована. При обнаружении сотрудниками ГИБДД было обнаружено несоблюдение одного из условий, прописанных в трех пункте правил регистрации. Смерть владельца. Передача имущества страховой или автосалону для замены. Снятие авто с регистрации. Какие потребуются документы для снятия с учета. Для проведения процедуры требуется собрать пакет определенных документов. Окончательный список формируется, исходя из того, кто является владельцем машины. Если это физическое лицо, тогда ГАЗ Автоинспекции и следует направить паспорт с квитанцией о произведенной оплате госпошлины. Дополнительно прикрепляют документы на автомобиль, включая паспорт и свидетельство о регистрации. Если ТС принадлежит юридическому лицу, тогда пакет бумаг следующий. Паспорт сотрудника компании, занимающейся данным процессом. Доверенность о снятии с учета. Набирается на официальном бланке компании. Документы на машину. Требуется свидетельство и ПТС. Платежное поручение об оплате пошлины. В данной ситуации используется безналичный способ. Помимо собранного пакета, требуется оформление заявления, чтобы запустить процесс. Как написать заявление о снятии с учета. Заявление пишется владельцем средства или его официальным представителем. На бумаге указываются данные собственника и его ТС. Требуется указать причину, по которой необходимо прекратить регистрацию. При планировании перевоза транспортного средства за пределы. Страны следует так и написать в графе причины. Если произошла частичная утилизация, нужно отметить необходимость получения свидетельства на определенные участки или детали машины. Полный утиль предполагает отсутствие необходимости в регистрационном свидетельстве. Номерные знаки нужно приложить. Важно, нельзя делать ошибки и оставлять помарки при заполнении бланка. Это может стать основанием для отказа в принятии заявки. Пример заявления. Как снять авто с учета в ГИБДД, не имея документов на него? Подобный вопрос часто возникает у тех, за кем машина. Еще числятся из-за различных причин. Это доставляет массу неудобств, например, приходится платить транспортный налог, иначе придет штраф за уклонение. Однако отсутствие документов на ТС в 2018 году не является препятствием для снятия авто с учета, так как ГИБДД обладает специальной. Регистрационной базой с информацией о каждом собственнике и его транспорте. Следует просто заполнить соответствующий бланк и дополнить его удостоверением личности. Важно, нужно заранее записаться на прием в инспекцию. В отделении можно получить нужные бланки заявлений и консультацию на интересующую тему. Правила снятия автомобиля с государственной регистрации при продаже. Снятие авто с учета для продажи имеет свои особенности. Сначала следует обратиться в ГИБДД и заполнить заявление, прикрепив к нему необходимые бумаги. После компетентный эксперт проводит осмотр авто и выдает разрешение на оформление новых номеров. Снятие с регистрации происходит следующим образом. Документы подаются в отделение, где изначально машина была зарегистрирована. Дополнительно прикрепляют паспорт той договор, подтверждающий совершение сделки купли-продажи. Прилагают квитанцию с оплатой пошлины. Проверка машины на предмет наличия возможных обременений. Если она приобреталась в кредит, на момент совершения сделки все платежи должны быть погашены. Владелец получает от сотрудника инспекции список, в котором указано, что надо оплатить, чтобы снять с учета машину. Сюда входят услуги оценщика налог, транспортный сбор. Проводится проверка сотрудниками ГИБДД машины. Сверяются транзитные номера. Затем к работе приступает оценщик и выдает акт проведенного осмотра. Когда процедура завершена, собственнику выдается техпаспорт и карточка учета. Дополнительно владелец получает квитанцию о проведенных оплатах и транзитные номера. Указанная процедура снятия авто с учета после продажи, при условии соблюдения инструкции, не вызывает проблем и проходит довольно быстро. Проверка авто. Снятие в связи с вывозом за пределы РФ. Если планируется вывезти транспорт за пределы страны, сначала следует подготовить нужные бумаги. Среди них. Паспорт собственника. Если вопросом занимается представитель стороны, а не лично владелец, требуется нотариально заверенная доверенность. Паспорт транспорта. Техпаспорт или регистрационная бумага. Документ, подтверждающий право на владение данным автомобилем. Дополнительно нужно принести регистрационные знаки машины и предъявить квитанцию, подтверждающую оплату госпошлины. Важно, предварительно перед визитом в инспекцию нужно записаться. В назначенное время следует приехать с оригиналами указанных бумаг. Инспектор проведет проверку, внесет требуемые изменения в ПТС и выдаст знак «Транзит». В каких случаях и как снять автомобиль с учета в ГИБДД без автомобиля. Процедура предполагает предоставление машины в отделение инспекции. Но бывают ситуации, когда процесс проводится и без авто. К ним относятся. Транспорт является наследством, и наследник не собирается в дальнейшем его использовать. Невозможно доставить авто для проверки из-за физических причин, включая поломку. В дальнейшем планируется отправить его на утилизацию. Состоялась передача машины по ДКП новому владельцу, но ее не перерегистрировали. Машину угнали. Документы для снятия автомобиля с учета без самого авто. Провести снятие без транспорта возможно. Помимо заполнения соответствующего заявления, следует подготовить следующие бумаги. Удостоверение личности собственника. Свидетельство. ЭПТС на авто. Квитанция с оплаченной пошлиной. Доверенность, если действует представитель от стороны владельца. Договор купли-продажи при совершении сделки. Обратите внимание. Указанная документация предъявляется в оригинальном виде, но могут потребоваться и копии. Снятие с учета при угоне. Если транспорт был угнан, владельцу стоит сначала посетить отделение полиции и подать соответствующее заявление. Потребуется время для проведения мероприятий по поиску машины. При отсутствии положительного результата собственник имеет право обратиться в инспекцию и снять авто с учета. Физическое предоставление автомобиля в данной ситуации невозможно. Потому необходимо к указанному списку бумаг приложить справку из полиции, подтверждающую возбуждение дела по факту угона. Угон. Снятие с учета для утилизации транспортного средства. Утилизации может подвергнуться полностью автомобиль или только его часть. В последнем случае владелец оставляет некоторые детали, пошлина в данном случае будет оплачиваться именно за них. Если речь о частичной утилизации, тогда следует детали предоставить сотруднику ГИБДД для проверки и сравнения серийного номера. Если планируется полная утилизация, тогда процедура выполняется бесплатно. Снятие авто с учета через интернет. Портал Госуслуги предоставляет множество услуг автовладельцам. Они могут дистанционно проверять и оплачивать штрафы, ставить на учет и снимать с него. Чтобы провести процедуру снятия с учета онлайн, сначала следует зарегистрироваться на портале. Требуется заполнить анкету и подтвердить личность при помощи заказного письма, электронной подписи или личного посещения отделения обслуживания. Это обязательное условие для использования услуги. Только после подтверждения личности можно начинать процедуру снятия. Для этого, найти нужный раздел и выбрать услугу снятия с учета. Из предложенных причин нужно выбрать подходящую, заполнить анкету, с указанием актуальных сведений о владельце и транспорте. Дополнительно нужно отправить копии документов. Затем система обработает запрос и направит его в ГИБДД. Об этом поступит уведомление в личный кабинет. Затем сотрудники отделения лично свяжутся с владельцем. При отказе в проведении процедуры пользователь получит уведомление с причиной отказа. Процедура снятия с учета через Госуслуги абсолютно бесплатна. Можно ли снять машину с учета в другом регионе? Совершить подобный процесс можно, но необходимо разобраться в нюансах процедуры. Возникнуть подобная необходимость может по таким причинам. Смена места проживания. Покупка транспорта у продавца из другого населенного. Пункта. Регистрация была выполнена на человека, имеющего статус беженца. Документы потребуются следующие. Заявление от лица собственника. Подтверждение, что машина является технически исправной. Если акта нет, можно доставить авто в отделение для проверки сотрудниками автоинспекции. Паспорт собственника. Свидетель свои ПТС на авто. Страховка. Квитанция об оплате госпошлины. Ее отсутствие станет основанием для отказа в проведении услуги. Окончательный список документов необходимо уточнять в конкретном отделении, куда планируется обращаться. Потребуется адрес отделения, где машина была поставлена на учет. Это позволит ускорить процесс снятия с регистрации. В остальном процедура проходит стандартно. Снятие с учета, как правило, не вызывает проблем. Необходимо заранее подготовить нужные бумаги и обязательно заплатить пошлину. Достаточно обратиться с собранным пакетом документов в отделение и дождаться решения сотрудников.